Ну, по крайней мере, сейчас еще и период тяжелый наложился. Вот, как быть такой, как быть? Надо быть смелее, сильнее, как личность. Женщина и женская сила, вот такая вот женская сила в улыбке, в улыбке. И она пришла, и она пришла. Вот это и есть женская сила. В улыбке, ну-ка улыбайтесь. Чего вы не улыбаетесь со мной разговаривать? Ничего, я вас вообще не обвиняю ни в чем, я вас тренирую. Каждый же есть сила у человека, женская сила, вот радость, улыбка, это женская сила. Мужская сила, такая, у каждого своя. Надо быть сильным человеком, не надо быть слабым. Слабые люди несчастные, сильные, счастливые. Сила берется от Бога, от веры, от молитвы, от праведной жизни, от отношений. Самопожертвование, а также от природы, от спорта. Вы во сколько встали сегодня с постели? В шею. Зарядку делали? Да. А что ходила? Я тоже поздно лег. Ну зато сегодня я пробежался, километра два с половиной, три. Пробежался и пободрел. Тоже надо пробежаться завтра. А? Видели? Рядом же ведь. Ну почти рядом. Ну и что, нормально бегал? Какие оценки? Красиво? У меня уже больше пятидесяти. Вряд ли это красиво было, но бегал как мог. Помощник мой, правда, встает, что-то вроде молодой. Ну вот, присоединилась бы, если видела. Оделась, побежала вместе со мной. И все. А что? Молодец. Молодец. Нет, первый еще отвечает. Часто у женщин причиной отсутствия оптимизма является телесная лень. Телесная лень в целом у женщины это ее природа. Все женщины, тело расслаблено сильно у женщин. Оно само по себе такое. Расслаблено. Как природа действует. Вот. И воля, телесная воля у женщин слабая. То есть им тело заставить свое что-то делать с ним очень сложно. Так природа устроена. Но тем не менее, если женщина, допустим, зарядочку заставляет себя делать, как-то двигается, это сильно помогает с точки зрения настроения. Сильно помогает. То есть настроение становится лучше. То есть, насколько я так чувствую, у вас, ваша проблема еще в том, что вы астенична. То есть астенизм, астения у вас, нехватка сил, внутренних сил, понимаете? Не хватает сил внутри. В этом проблема еще серьезная. Нужно как-то силенок набираться. Понятно? Давайте хотя бы гулять. Выходите каждый день, минут по 20 на улицу. Зарядочку делайте. Как-то старайтесь, ну, как бы над собой работать. Силы копить. Улыбайтесь больше. Старайтесь, ну, заставляйте себя. И так постепенно у вас потихоньку энергия начнет двигаться женская. Она сейчас такая вся у вас спит. Она спит от ЭНР. Подружки есть? Да, у вас есть. Где? Да, я сидит. Вы подружка? Она улыбается вам? Нормально? Она так просто на лекции такая печальная. Хорошо. Ну, вот такая направленность. Вот так усиливать свои силы в отношениях. Что касается в отношениях с мужем, то, понимаете, как бы в этих отношениях между мужчиной и женщиной есть две составляющие. Одна составляющая – ожидание, а другая составляющая – это вложение. И когда ожидание очень большое, большую силу имеет, то обычно женщина, она печальная в отношениях с мужем. То есть она ждет, когда же он будет за мной заботиться, когда же он будет вести себя хорошо. Она ждет ожидания, вот это вот ожидание. Заставляет быть печальной. Мужики, они все одинаковые. Никогда. Ну, то есть, ну, не соображают сами, надо им помогать. На спектакле завтра, послезавтра об этом будет четко говориться. Вы увидите, как мужчина воспринимает мир, как женщина. Ну, чтобы женщины понимали, мужчине надо помогать, чтобы он о вас заботился немножко, ему помогать надо. Обращать на себя внимание, подойти, улыбнуться, чтобы он увидел, что вы есть. Понимаете? То есть вот эта вот ожидательная позиция, она проигрывает, то есть она неправильная, она разрушает жизнь. Если вы ждете, когда он будет о вас заботиться, ну, может, мужчина очень сильно концентратится в одну сторону. Он может вообще просто забыть, что надо заботиться. Надо напоминать о себе, показывать ему стучаться, что я есть. И вот эту вот узкоколейку, дорогу в одну сторону. Стучаться, пытаться его активизировать, что вот есть, я смотри, я здесь. Хорошо? Хорошо. Вот в желтенькой кофточке на втором. Да, да. У меня был иногда, скажу, ну, хотел папа, и в этот год очень много работы делал, да? Очень сильно вы, да, много работы провели, очень много. Он пошел вверх, уже все, как бы, плохая его судьба кончилась. Вы чувствуете тяжесть сердца, когда помните, вспоминаете его, и легкость сердца чувствуете? Нет, я не знаю, сейчас, я не знаю, не знаю. Просто дальше молитесь, как бы, если чуть-чуть еще будет тяжесть, но до молитвы осталось совсем немного. И легкость, когда будет только легкость сердца, то можно закончить. Вы сильно ему помогли, и когда человек из жизни уходит, и близкий человек вкладывает в него силы, то Бог этому человеку потом дает в жизни удачу. Если у него какие-то трудности возникают в жизни, то Бог всегда помогает этому человеку в первую очередь. Потому что помогать человеку, который ушел из жизни, в свои молитвы, является самым большим благочестием в этой жизни. Это даже больше, чем спасти человека от голода, допустим, и так далее. Когда человек уходит из этого мира, и за него очень серьезная молитва идет, то это просто вообще потрясающе. Как потом Бог благодарить за это? Да, он идет вверх, я вижу, он радостный, счастливый. Вы похожи друг на друга с ним, да? Он такой, немножко пониже вас, ростом, да? Ну, как бы, ну, не такой высокий, какой, да? Чуть-чуть выше, ну, как мужчина просто, да? Я вижу, у него широкое лицо такое, да? Да, он вверх, все, он довольный. Во, обрадовалась, молодец. Давайте, желтенькая копочка. Любит, значит, если контроль. Ну, я считаю, что я не могу их видеть. Ну, и в прошлый раз, например, не знаю, где снимать. Считаю, что я не знаю, что с ними бюджет, но все поиски, где во всем это делается. Понять свои позиции. Ну, все мужики такие. И мне это тяжело, потому что... Потому что вы женщина. Поэтому вам это тяжело. Потому что вы женщина. Вот посмотрите, мы вчера говорили, что в отношениях один человек имеет больше достоинства, другой меньше. И везде так. У каждой семьи одно и то же, всегда. Тот, который меньше достоинства имеет, он в отношениях страдает от несправедливости. А тот, который имеет больше достоинства, он страдает от несовершенства близкого человека, как он считает. И причина, почему он так считает, потому что он гордится собой. То есть он не видит своих недостатков, а видит недостатки близкого человека в основном. И у вас такая ситуация в жизни. То есть вы берете от него энергию любви, то есть вы его больше любите. Но если одинаково, тогда и достоинство было бы одинаковое. Почему вы унижены перед ним в отношениях? Когда, смотрите, так работает система. Если любовь идет в какую-то сторону, то тот человек, который отдает любовь, он начинает гордиться собой, а тот, который принимает, становится как ватрушка. Он теряет силу. Вы теряете силу в отношениях, он приобретает. Значит, вы привязаны к нему больше. Он больше вам дает свою любовь. Вам хороший человек достался? Вы мечтали о таком? Наполовину. Хорошо, наполовину. А он сколько вас оценивает? Сколько процентов? Он говорит, что я всегда хочу. А, такую всегда хочу? Да. Такую? Всегда хочу. Такую, как вы? Да. Так. А, все, 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 я понимаю. Я понимаю. Так, стоп, стоп. Сейчас я подумаю еще. А вы когда с ним познакомились, вы его любили, нет? Сильно так, нет? Не, нормально, нормально, я понимаю, о чем вы говорите. Я сначала планирую, у меня потом он еще один. Да? Ну, молодец, крепкий, значит. Так. Все, как он неожиданно? Отбил он, да? Неожиданно так, да? Бывает такое, что делать. Отбивают друг у друга парни, девушек. Так, и... Вы его никак не воспитываете в отношениях? Я пробую, но он не знает, сколько это любим он. А он воспитывает вас просто? Все время, все время, все время, все не так, это не так, то не так, потом не так, потом полагает, полагает, ну, у вас, у вас нормально движется вот этот вот обмен энергии любви, еще не установилось, кто из вас будет кого мучить, пока не установилось. Так, есть вот такая вероятность, что вы его будете мучить, очень большая, потому что, похоже, он вас любит больше, чем вы его. Он любит больше, но он при этом и гордится больше собой. Это неустойчивая позиция, поэтому, ну, скорее всего, вы будете в этих отношениях крепнуть, а он слабей. И вы будете больше гордиться, а он меньше. Просто вы еще не живете вместе, поэтому у вас немножко так все, ну, не классически. Ну, похоже, что вы его пересилите, станете сильнее в отношениях с ним. Будет семья, семья, потом дети. Будете мучить друг друга, как и все в этом мире. Вот так это будет. То есть сейчас идет сказка, то есть он завоевал Аленушку, то есть морду набил, вот, кофею бессмертному. Аленушку завоевал. Это сказка была. Потом сказки конец, то слушай, молодец. Сказка заканчивается потом. Все, начинается жизнь. А в сказке о жизни ничего не говорится. В сказке говорится только о сказке. Поэтому о жизни означает мучиться вместе. Вот это вместе, это главное, да. Чтобы быть вместе, нужно правильно жить, чтобы наслаждение, которое вот между вами находится, оно через 4 года, его почти не останется. Ну, где-то 3,5 года у вас есть, чтобы научиться служить друг другу. А в это время будет просто вот эта энергия любви, Богом подаренная. Это демоверсия называется. Знаете, демоверсия что-то? Try and buy. Ну, то есть Бог дает вот эту энергию любви, то есть, пожалуйста, попробуйте, вот, смотрите, энергия любви есть. Смотрите, хорошо работает. Некоторые люди берут какую-то вещь, да, попользовались и в магазин сдают назад. Это нечестно. Понравилась вещь? Покупай. Вот Бог дал энергии любви, вы попробовали, вам нравится друг друга. Мне хорошо с тобой. И снегопады в дождик проливной. Хорошо, замечательно. Все, теперь сам попробуй так жить, чтобы энергия любви двигалась бескорыстно в отношениях. Любовь должна опять жить, дальше начать жить уже с помощью вашего служения близкому человеку. Что такое служение? Это принять, что он вас критикует, мучает, все это принять. И по-доброму, прощать его, по-доброму к нему относиться. Потому что он критикует от несовершенства, он боится потерять, то есть он контролирует приобретение. Доверять? Видите, он не развитый, значит. Боится, не развитый. Видно, нагулялся лишнего. Теперь нет женщинам доверия. Всегда, когда человек гуляет, он видит женщину не сам в лучшем свете. Поэтому доверия нет. Значит, осквернен. Он осквернен неправильным отношением. Но если вы будете молитву читать, духовной практикой заниматься, он успокоится, увидит, что можно доверять. А в федерации не может? Это уже потихоньку, как бы, поймите, что надо договариваться, кстати, об этом тоже, еще перед семьей. Если он вас возьмет замуж, вдруг увидит, вы что-то делаете, там молитесь, может быть опасно, будет страшно. Надо это все заранее отговаривать, пока он вас любит, пока верит. Он на все будет согласен. Понятно или нет? Видите, очень хороший вопрос был. Очень хороший вопрос, потому что люди часто, ну, как бы, мы когда встречаемся, мы видим, что поверхность человека. С поверхности все хорошие. Вот с поверхности все хорошие. Но внутри все, у всех есть трудности у каждого, своя трудность у каждого человека. Сверху у нас отношения вроде бы хорошие. Сначала потом начинаются трудности. И человек думает, а че, зачем это мне нужно, эти трудности? А все мужчины имеют трудности. Все женщины имеют трудности. Причем свои трудности вы мне не рассказываете. Вот, допустим, что вы обидчивая, вы не рассказываете мне. Вот, вы не рассказываете мне это. Также вы мне не рассказываете, что вы тоже запоминаете все его неправильные поступки, потом ему об этом говорите все время. Ну, то есть... Человек отправится недавно в голову. Видите, то есть, когда человек говорит о своих недостатках, он говорит это, ну, есть Олег Геннадьевич, у меня такой недостаток, такой хорошенький, такой добренький. А недостатки другого человека вообще, такое. Вот. Видите, как мы мир интересно воспринимаем? То есть, мои недостатки, они такие хорошие, такие мягенькие, добренькие. А недостатки другого, извините, это не только вас касается, мы все такие, одинаковые. Но надо просто понять, что недостатки и другого человека, и мои, они одинаковые. Просто восприятие разное. Вот вы с ним друг к другу подходите идеально. Вы одинаковые вообще с ним, полностью. полностью одинаковые. Он ревнивый, вы мнительные. Вот его ревность, она означает ваш страх перед будущей жизнью с ним. Вот он вас ревнует, как бы он думает, боится, что вы его будете изменять. Это выражается в вашем сознании как страх о том, что как я с ним буду жить. Это одно и то же. Одно и то же чувство проявлено в мужском, женском характере. Все. Все одно и то же. У него психика волевая, сильная такая, настойчивая в делах. Он так своего всегда добивается. А у вас она в отношениях такая же. Вы его еще задолбаете. У вас волевая очень психика, вы всегда заламываете человека, с которым будете общаться, вы его заломаете на лопатке лет через шесть. Женщина постепенно заламывает мужика. Потихоньку, потихоньку он становится подчиненным. То есть она завоевывает потихоньку, помаленьку свое пространство. Потому что психика у женщины в шесть раз сильнее, чем у мужчины. В близких отношениях. И он не может с ней справиться. Он вроде бы сильный, но с женщиной справиться невозможно. Она может обижаться, успокоить ее очень трудно. если у нее настроение испортилось, это на несколько дней. У мужчины сразу все проходит. Он уже пять раз извинился, она еще не отошла от обиды. Так женская психика работает. Она более твердую, такую неподвижную природу имеет, тягучую. И поэтому мужчине очень трудно воевать с женщиной. Нереально просто. Поэтому кого защищать будем? Вас или его в этих отношениях? Даже не знаю. Не надо никого защищать. Надо понять просто, что ваша сейчас позиция обранительная, она неправильная. У каждого человека есть свои недостатки, и они совпадают его недостатки с вашими. В отношениях всегда включаются одинаковые недостатки. Причем есть такие исследования, что человек допустим проявляет какие-то недостатки в отношениях. Потом он идет в другие отношения и другие недостатки проявляет. Те недостатки, которые были раньше, в нем на какой-то процент только проявляются. Появляются новые недостатки. Почему? Потому что новые отношения. Каждому человеку положены какие-то недостатки от вас. И вы их проявляете вместе с ним в отношениях. То есть мы Мы помогаем друг другу мучиться. Отношения, часть нашей жизни в отношениях — это страдания, необходимые для развития Личности. Спасибо вам, что вы такая разумная, все понимаете, как надо. Итак, мы собрались. Мы вчера говорили о том, что есть ожидания от человека, любви ожидания. Это ожидание заставляет страдать, когда я жду от человека что-то. Девушка, допустим, говорила об этом, что она ждет, и поэтому она мучается, страдает в отношениях сейчас. Вот. Ну, то есть ожидание означает скандалы, конфликты. Ожидания возникают как результат первой фазы отношений. Первая фаза отношений — это влюбленность. Что такое влюбленность? Энергия любви сама просто так приходит в мою жизнь. Я ничего не делаю особо, не парюсь, и просто мне хорошо с этим человеком. Это просто хорошо, обязательно тает. До какого-то момента, когда оно уже растаяло, ты чувствуешь, что ты хочешь больше этого хорошо, чем то, что теперь уже есть. И ты говоришь, раньше у нас отношения были лучше, теперь меня не все устраивает. Почему тебя не все устраивает? Потому что вот эта вот энергия, спонтанная энергия любви, она всегда тает, и приходит время, и твои ожидания больше, чем то, что ты получаешь. В этот момент человек начинает, хочет он, не хочет, неосознанно вытягивать энергии любви из близкого человека. Девушки требуют себе побольше нежности, внимания. Парни требуют к себе подслушания, подчинения, верности и так далее. То есть начинается война за то, кому в этих отношениях иметь больше счастья. То есть каждый вытягивает свое счастье, начинаются боевые действия. Почему они начинаются? Потому что есть ожидания. Ожидание означает, что человек неполноценный по природе, у него нет сил любить, он даже не знает, что такое любовь. Он думает, что любовь означает наслаждаться от человека. Нет, любовь — это что-то делать для него. То есть любовь, вытерпеть его характер означает любовь. Первая стадия любви. Вторая стадия — начать так служить, чтобы увидеть в нем чистоту, что-то хорошее, и начать уважать его. Третья стадия любви — еще больше чистоты увидеть в нем, и это получится верностью. То есть ты верным станешь с этим человеком в отношениях. Четвертая стадия — искренность, очень глубокая гармония, глубокая гармония. Энергия любви опять начинает двигаться хорошо, как и сначала, но теперь уже благодаря нашим усилиям. Не то, что вот спонтанно мне хорошо с человеком, просто я служу ему и чувствую благодарность. Вот это вот служение, благодарность, дает очень большую гармонию, радость в отношениях. Если я не служу, значит нет благодарности, нет гармонии. Она возникает из труда души. Ну то есть правильная любовь означает, что я вкладываю в человека свои силы. Итак, мы говорим сейчас о силе человеческой, о внутренней позиции, силы. То есть сила женщины в нежности, в заботе, ласке, внимании. То есть это сила. То есть она сейчас говорит, поет о своей силе женской. И каждая женщина может спеть о своей силе. Что типа ты позовешь, и я приду. Некоторые не придут, вот. А некоторые придут с трудом. Сил не так много, но надо ее копить, иначе счастья не будет в жизни. И она записки не отвечает. Почему? Потому что нет личного контакта. Это все просто профанация. Записки обычно пишут люди, которые не готовы открыть сердце. То ли они мне не доверяют, то ли себе, то ли людям. Кому-то не доверяют. Но я здесь не виноват. Я люблю сильных людей, смелых. Если бы девушка, которая мне подарила цветочки, спросила бы наедине, вопрос свой задала, который она задала, я бы не смог так развернуто ей ответить. Потому что, когда человек исповедь делает, он открывает сердце, тогда в этот момент Бог сам хочет, чтобы этому человеку дали знания. И у меня появляются все полномочия на это. Я много раз пытался отвечать на вопросы наедине. Не работает. Я отвечаю, человек слушает полуха. То же самое, когда на записку, я не знаю ситуацию, там все, что написано, это написано, знаете, как как это наше письмо турецкому султану. Ну, то есть, все в одну сторону только, понимаете. Вот ситуация описывается только в одну сторону. И как можно на нее ответить? Когда видишь человека, вторая сторона сразу видна по нему. А в записке ничего не видно. Поэтому бессмысленно. Я не отвечаю на записки, к сожалению. Нет смысла. Вот. Ну, вы не обижайтесь, не расстраивайтесь. Девушка так пошла, такая обиженная. Диана, поднимите ручку. Не расстраивайтесь, пожалуйста. Как только вы ручку поднимете, я вас первое спрошу. Хорошо? Захотите? Можете спросить о другом человеке, о каком? Хорошо? Ситуация описать другого человека можно. А вот если вот так бывает, как вы считаете? Я все равно увижу, черт, надо сказать. Так что все нормально. Вы можете так меня спрашивать. А у моей знакомой вот такая ситуация. Я вам расскажу. Не волнуйтесь. Ладно, двигаемся вперед. Итак, вот эта вот сила внутренняя, она часто человек думает, что она не нужна, потому что есть еще одна проблема в отношениях, когда вот заканчивается эта влюбленность. Есть одна серьезная проблема, она заключается в том, что человек очень сильно боится, что если он не установит господство в отношениях свое над другим человеком, то тогда он проиграет эти отношения. Ну то есть и поэтому каждый человек добивается своего господства, то есть чтобы его знание, его правота, его понимание вещей утвердилось. А правота близкого человека была на втором месте. Ну каждый продвигает свою правду очень интенсивно. И это продвижение своей правды, женщина женской правды, мужчина мужской. Это очень болезненная вещь, идет война. И следует знать, что система принятия правды в отношениях не такая. Не такая вообще. Эта система, которую обычно хочется воплощать в жизнь, она вообще не работает в отношениях, вообще не работает. Система правды другая. Я достаточно принимаю правду близкого человека настолько, чтобы он успокоился. Потом очень смиренно говорю свою. Что вот такая правда тоже, к сожалению, есть. Это мужская правда. Она тоже имеет место быть. Это тоже правда. Но ее трудно женщине понять. Потому что женщине очень хорошо понятно женское. Вот когда человек полностью принимает всю правду близкого человека, то есть она, смотрите, она не как правда воспринимается, она воспринимается как несправедливость. Вот всю несправедливость по отношению ко мне, он когда человек принимает от близкого человека, потом надо смиренно сказать свою правду. для того, чтобы он тоже знал, что такое бывает. Иначе перегиб пойдет в одну сторону в отношении. Итак, видите, мы пришли к интересной вещи. Оказывается, правда мужчины в глазах женщины выглядит как несправедливость. Вот правда, вот истинная правда в отношениях пускает. Правда в отношениях в глазах женщины выглядит как несправедливость. Настоящая правда женская в отношениях в глазах мужчины выглядит как несправедливость. Теперь больше того, сейчас мы будем делать очень глубокий анализ ожиданий. Вот смотрите, женщина, она искренне верит, считает, что вообще как бы нежность в отношениях проявлять, нежность, ласку, вот так вот, внимание, всем одинаково приятно. Она мужчине говорит, слушай, что тебе вот, неужели тебе неприятно вот так поласково себя вести в отношениях, по-доброму, сисю-пусю, вот так вот. Для мужчины это аскезы. Мужчина приходит с работы уставший, для того, чтобы включить эмоции, ему надо силы приложить. Мужчины вообще эмоции включаются с трудом. Это проявляется вообще с самого детского возраста. Понимаете, для мужчины эмоции это аскезы. Если вы мне не верите, у кого из вас есть с 3 до 5 лет дети, поднимите руку. Вот эти люди могут легко проверить. Вот если у вас, допустим, девочка, маленькая, у кого девочка, поднимите руку. Возьмите ее, начните целовать. Девочку начните целовать. Она будет вам щечки подставлять, вот так вот. Ну то есть ей как бы эмоции супер. Она начнет щечки подставлять, она будет такая счастливая. Вы ее целовете, она ищет, ищет, и такая довольная. Так или нет? Так. Теперь мальчика попробуйте начать целовать, эмоционально себя вести. Он такой. Так? Пробовали? А? У кого не так поднимите руку? У вас не так. Что, он ему довольный, ему нравится? А? Бывает такое, бывает, когда у мужчины посильнее эмоции, он чуть вырастет. Сколько ему лет сейчас? Восемь? Ну бывает такое, иногда бывает такое, что у мужчины сильные эмоции. Бывает, но очень редко. У кого вот так, как я сказал, поднимите руку. А у кого нормально целуешь и нормально реагирует? Ну видите, меньше людей. Ну то есть, как бы, если мужчина, допустим, целует мальчик, может нормально реагировать. А женщина больше эмоций, он будет ежиться. Ну то есть, идея в чем заключается? В том, что мужчины сами по себе, они проявляют эмоции с трудом. У них эмоциональность не такая высокая, им тяжело включить эмоции, быть нежными в отношениях, ласковыми. Женщинам легче. Ну даже если взять в отношениях, допустим, мужчины же там ля-ля, тря-ля, с друг с другом так не разговаривают, правда? Они ля-ля-ля. Ну то есть, у них эмоциональный фон низкий в отношениях друг с другом. У женщин без того, как они могут ля-ля, тря-ля, друг с другом говорить. Так или нет? Так. Ну то есть, идея в чем заключается? В том, что вот эта идея женщины, что почему ты такой как бы в отношениях ненежный, неласковый. Неужели ты не понимаешь, что так больше счастья? Он не понимает, что так больше счастья, потому что для него это аскеза. Он устает от таких отношений. Для него это аскетично. Нежно и ласково разговаривать целый день. За исключением тех случаев, когда идет влюбленность. Мы не говорим про первые три года вообще. Там понятно, мужчина будет весь таять в любви. Он такой весь ласковый, нежный, такой счастливый. Потому что идет очень сильный обмен энергии. Ему хватает на все. Он может быть мужественным там в отношениях. На все хватает. Но когда дальше отношения идут, то уже сил не так много. Мужчина замыкается. У него нет возможности нежно и ласково. Женщина тоже, когда влюблена, она всегда кивает ему. Что бы он там ни плел. Почему? Потому что она влюблена. У нее энергии любви хватает, чтобы быть смиренной. Когда чуть-чуть она спопускается, энергия любви, все, смирение заканчивается. Женщина уже не может терпеть слова мужчины. Он говорит, ты что не слушаешь? Я тебе говорю, надо слушаться. А для нее это аскеза слушаться. Для женщины очень тяжело слушаться. Это очень большая аскеза. Некоторые вообще не могут. Некоторые могут с трудом. Некоторые слушаются, потом мучаются от этого. Поднимите женщину, кому легко слушаться. Мужчин. 8 человек. 9. Кому тяжело, поднимите руку. Ну и вот, ползала. Ну то есть, бывает, что женщина сильная. Когда женщина может ей легко слушаться, это признак сильного разума. Женский разум, сильный женский разум проявляется в способности слушаться. Если женщина слушается легко, это не значит, что она такая всякая. Если она легко слушается, это значит, что она очень сильный человек, как женщина. Сильный человек. И эту силу, в принципе, может и с мужем проявить. Если женщина легко слушается, это признак ее большой силы внутренней. А женщина не может слушаться, значит, она послабее. Не нет такой силы. Это храбрость женщины проявляется в послушании. И мужественному мужчине женщина легко слушается, мужественному мужчину, храброго. А если он слабый, то ей тяжело его слушаться. Потому что храбрость женщины проявляется в послушании. Вообще слушаться мужчину для женщины всегда кажется опасным. Потому что он же не соображает ничего. Сейчас послушаешься, он вообще что-нибудь начнёт морозить. Ну то есть женщина чувствует недостатки мужчины, и поэтому боится его слушаться. Она чувствует незащищённое себя, когда его слушается. Когда она свои правила игры устанавливает, ей крепче жить. Потому что она чувствует, что она ошибается во многих вещах. Поэтому, говорит, что ты не слушаешься меня, создаёшь дисгармонию. Потому что это аскеза для неё слушаться. Таким образом, надо понять, что правила всегда одинаковые. Женское восприятие счастья для мужчины является аскезой. Поэтому не надо так уж сильно верить, что вы найдёте себе такого человека, с которым ваше восприятие счастья, для него не будет аскезой. Это маловероятно. Но практически невозможно. Всегда у мужчины своё восприятие счастья, у женщины своё. И нужно учиться это понимать. Учиться понимать, вот как устроено счастье мужчины. Подыгрывать чуть-чуть. Некоторые мне говорят, Олег Геннадьевич, это не искренне кивать мужу, и говорит, да, мой хороший, если ты искренне так не хочешь делать. Неправильное понимание вещей. Искренность как раз означает игра в отношениях. Надо подыгрывать. Женщина должна, да, мой хороший, подыгрывать, хотя она не считает, что так. Так ему и не надо это. Ему надо, чтобы с ним согласились. Её какое мнение у женщины, его не интересует вообще. Её интересует поддержка. Надо, чтобы поддержала меня. А там, если у тебя другое мнение, ну хорошо, это твоё дело. Понимаете, если женщина хочет разобраться, как правильно, как нет, то мужчина не хочет разобраться, как правильно и как нет. Мужчины приходят на лекцию, чтобы доказать, что он знает всё. Вот как говорится, так я и думал. Мужчина не разбирается, как правильно, как нет. Мужчина доказывает свою позицию на лекции. Он всё и так знает. Это вот женщина разбирается. Поэтому женщина, когда соглашается с мужчиной, она что делает? Она помогает ему быть крепче, сильнее. Его мнение, он как бы чувствует, всё, ему поддержка дана. И в это время он расслабляется. Когда он расслабляется, ему можно сказать, да, всё правильно, ты говоришь. Но есть один маленький такой, небольшой нюансик. Небольшой такой. Ну давай, рассказывай. И вы ему говорите нюансик, который указывает на прямо противоположность точки зрения. И это даст ему возможность понять, что бывает и по-другому, не как он думает. Вот именно так. Потому что в мужскую психику только через уступчивость и нежность входит знание. Если женщина ему говорит ненавязчиво что-то, это проникает в самое сердце. Но когда мужчина получает знание, внешне это никак не выражается. Вот смотрите, допустим, если женщине что-то сказать, и она получила знание, она сразу так и есть. То есть она сразу тут же у неё всё перестроилось, всё понятно стало, всё у неё быстро. Восприятие знания у женщины происходит очень быстро. У мужчины оно сначала идёт в глубину, это знание. Потом ему надо состыковаться со всеми фундаментальными принципами его жизни. Это знание потом проходит. Много преобразований внутри, прежде чем оно выйдет наружу, и человек скажет, да, это так. Потому что у мужчины совершенно по-другому устроена система принятия ценностей. У него они принимаются фундаментально и сильно. И чтобы их поменять потом, нужно очень много времени. И если вы как бы прямо внутрь в хард-диск прямо вложили знания, а это делается с помощью смиренного, уступчивого подхода. «Мой хороший, вот есть ещё такая точка зрения, послушай». И так ему туда тихонечко, смиренно, прямо в хард-диск куда-то. То через неделю произойдёт, как бы, выход информации наружу. А если вы ещё и так несколько раз скажете тихонечко, ненавязчиво, то тогда ещё лучше процессор будет работать и принимать информацию. И обрабатывать, и, как бы, принимать сведения. И потом он скажет, «Я сам всегда так всю жизнь думал. Ты мне только подтвердила это». Хотя она помнит, что он думал, и раньше, наоборот, возражать не надо. Потому что это не поможет. Мужская система восприятия мира всегда работает через внутренние чувства, достоинства и знания. Мужчина, когда чувствует, что он прав, то это ему легко, если такое ощущение есть, то это ему также даёт возможность легко и поменять точку зрения. Если его правда разбита, тогда ему тяжело жить становится. Поэтому, как бы, не надо ломать мужское восприятие мира. Надо помогать мужчине самому осваивать пространство знания. Потому что у него дорога только одна. Он только сам может его освоить своими силами. Других способов нет. Надо просто ему помочь в этом, вдохновить. Итак, вражда или битва за правду – страшная вещь, разрушающая семью. Если вы чувствуете, что вы сражаетесь сейчас, сражаетесь, у вас идёт баталия, битва, кто прав в семье, заканчивайте это сражение. Вам это не поможет. Чувство, сильное чувство несправедливости указывает лишь на то, что вы несамодостаточный человек. У вас не хватает устройчивости внутренней, чтобы быть счастливым, несмотря на то, что близкий человек вас не понимает. Нужно учиться быть счастливым не только в отношениях, а также самой по себе и самому по себе. Фактически счастливым человек должен стать ещё до отношений. Если взять, допустим, саму возможность создания семьи, вот возьмём, допустим, женщину, то если она несамодостаточная, она не выйдет замуж. Нужно быть сильной очень, чтобы понравиться. Сильно самодостаточной, внутренне счастливой. Слабая и слабая женщина никому не понравится. Мужчинам нравится женская сила. Женская сила выражается в том, что она ей так хорошо самой по себе. Она вся из себя, ей так хорошо, она счастливая, радостная. Смотрит на него и обворачивается. То есть она не зависит от него. Она сама по себе и ей хорошо. И тогда он влюбляется. Почему? Потому что он видит королеву. Но если он видит, она такая замученная. Так он в неё влюбится. Не влюбится, потому что она ни силу свою не проявляет. Потому что любовь между мужчиной и женщиной – это не бескорыстное чувство. Это чувство, в котором им очень сильно выражен эгоизм. Чувство собственного достоинства. И поэтому достойная женщина, девушка всегда выигрывает в отношениях. Достойный мужчина выигрывает. То есть человек должен стать самодостаточным до того, как он создал отношения. Должен стать сильным в отношениях. И эту же силу надо использовать потом в жизни. Если близкий человек ей не даёт счастья, будь счастлив изнутри себя. Потому что люди, когда живут вместе, постепенно у них отношения становятся всё больше привязанностей друг к другу. Чем больше привязанности друг к другу, тем меньше уважения. Когда я что-то жду от близкого человека, я его перестаю уважать. Потому что мы не можем всего дождаться, чего мы хотим. И это вызывает всплеск негодования сразу. Если я чего-то жду, значит, будет негодование. Негодование означает оскорбление. Каждое оскорбление, которое мы совершаем на близкого человека, разрушает память о хороших качествах его характера. Допустим, я спрашиваю, есть ли такие люди в зале, которые считают, что у его близкого человека нет ничего хорошего вообще. Некоторые поднимают руки, говорят, у моего близкого человека нет ничего хорошего. Это значит, что вы просто это не видите. Если вы этого не видите, значит, вы уже достаточно много совершили на него оскорблений. Оскорбления разрушают память о хорошем о человеке. Я в первом классе очень сильно любил учительницу. Ну, такая хорошая, правильная вся, любимая учительница, которая, как бы, ну, она была вот в первых классах, у нас одна учительница была, она все предметы вела, и она была любимой, пока мне не начали, не начала ставить оценки. Самый первый день, после того, как начали ставить оценки, она мне поставила две единицы на двух листах. Вот это отдельная история, конечно. Конечно, я пошел за школу, чтобы вырвать эти листы эти, и шел, шел подальше, и пришел прямо к окну нашего класса. Начал вырывать, она мне стучит в стекло. Возвращаясь назад, приклеила это все, пренумеровала, и после этого я понял, что в ней, в общем-то, ничего хорошего нет. То есть, что-то пропало вот это все хорошее, я смотрю на нее, что-то думаю, ничего нету хорошего на самом деле. Я такой вывод сделал. Ну, потом, конечно, наказание получил, и выучил все, и четверку получил там, и после этого, как она четверку поставила, я начал смотреть, думать, нет, все-таки неплохой человек. Любви такой большой уже не было, но, по крайней мере, человек более-менее нормальный. Ну, то есть, видите, я тогда начал уже думать, я думаю, что-то непонятно, почему я так по-разному воспринимаю человека, я начал об этом задумываться, изучать эту тему уже, что косо восприятие меняется в зависимости от твоих мыслей в отношении к человеку. Поэтому очень неплохо в отношениях иметь силу, если ты оскорбил человека, проси прощения. Просишь прощения, восприятие восстанавливается. Просить прощения могут только сильные люди, слабые ждут, когда у тебя попросят прощения. В семье бывает один человек сильный в отношениях, другой слабый, поэтому один просит прощения всегда, другой вообще не просит. И тому, кто сильный, кажется, что несправедливый, почему он не просит прощения? Потому что не может, у него не хватает силы, со временем сможет, нужно ждать. Он потом сам поймет, что это нехорошо, не просить прощения, это нехорошо. Два человека просят прощения, начинают опять видеть хорошее в человеке, как раньше. Итак, еще раз напоминаю схему, которая создает и разрушает отношения. Мы ждем счастья друг от друга. Это ожидание называется привязанность. Чем больше привязанности и ожиданий, тем больше оскорблений. Люди сближаются, начинается понебратство в отношениях. И люди не видят друг в друге ничего хорошего. Отношения оскверняются, становятся грубыми, хамскими, злыми. Причина этой злости — привязанность и ожидания. Что одно и то же. Как изменить ситуацию? Нужно учиться быть самодостаточным. Потому что мы почему ждем? Потому что счастья не хватает в жизни. Хочется счастья, а брать больше нет кого. Однажды на лекции я говорю одной бабушке, говорю, вы что ругаетесь постоянно со своим близким? Она говорит, сынок, у меня уже нет никаких близких, все померли. Я говорю, ну вы ругаетесь? Она говорит, такая подумала, говорит, ругаюсь собачкой. Никого нет, ругается собачкой. Нет проблем. То же самое. По-небратски отношения с собачкой. В результате ожиданий больше, чем положено. От собачки начинается ругань. Классика жанра. Что делать? Надо чуть-чуть отодвигаться, свои ожидания уменьшать. Что значит отодвинуться от человека? Это значит меньше ждать от него. Перестать выполнять свои обязанности, все хорошо себя вести, но ничего не ждать от человека в жизни. Выполнять свои обязанности, служить ему, любить, ничего не ждать. Когда ты ничего не ждешь, то он начинает беспокоиться. Почему? У него ничего не требуют, не просят. Твое чувство, собственно, достоинства крепнет, когда ты ничего не ждешь. И в это время он начинает тебя больше уважать. Чем больше уважения в отношениях, тем больше любви. Самый лучший вариант вообще ничего не ждать друг от друга, а просто служить. Это идеальный вариант, но он малоосуществим. Скорее всего, люди все равно что-то ждать будут, и поэтому будут немножко конфликтовать, немножко враждовать, немножко сражаться. Но если это не так сильно, тогда, слава Богу, отношения могут быть более-менее нормальными. Половые отношения увеличивают привязанность и ожидание. Каждый раз после половых отношений может быть конфликт. Это не значит, что не должно быть этих отношений. Я говорю просто о том, как устроена жизнь. Через половые отношения идет увеличение привязанности друг к другу. Психика привязывается сильно. Это означает, что ожидание счастья увеличивается во много раз. Поэтому обиды тоже возрастают во много раз. Потом постепенно успокаивается через несколько дней психика. Потом опять начинает как бы оскорняться этими отношениями. Исключение составляет, когда зачатие происходит у ребенка. Ребенок начинается, и вся энергия привязанности уходит на этого ребенка. То есть женщина становится самодостаточной. На чувство счастья, обмен счастья с любовью, с ребенком. И мужчина тоже перестает быть такой зависимым от женщины. Таким образом, эта энергия привязанности еще указывает также на то, что пора зачинать детей. Допустим, некоторые женщины говорят, мой муж бросается на меня, Олег Геннадьевич, он меня замучил, что делать. Это значит, что нужен ребенок. Потому что от вас исходит такая сила, которая его мучает. Это означает, что у вас много энергии. Когда ребенок появляется, энергии, которая мучает мужа, у женщины становится меньше. Если у них в это время еще не развились глубокие отношения, тогда мужчина может бросить в этот момент жену. Даже когда она уже беременная, он может ее бросить, потому что энергии, которая его притягивает к ней, становится меньше в результате зачатия ребенка. Это тоже надо знать. Но если у них правильное отношение, тогда вот эта влюбленность, которая возникает и уменьшается в результате, потому что энергия влюбленности переходит на ребенка, она не мешает людям быть вместе. Мужчина понимает, когда он разбирается в этих вопросах, он остается женой. Феномен бросания после рождения ребенка или во время беременности очень явно проявлен в жизни. Это указывает не на развитые отношения, чтобы в отношениях не было отношений. Хочу теперь об этом поговорить немножко. Давайте про прощение, про сильную позицию человека. Что такое прощение? Это когда человек сильно себя ведет. Он не боится быть смиренным перед человеком. Смирение – это не унижение. Если я подхожу к близкому человеку, прошу прощения, это не унижение. Это проявление моей силы в отношении. Надо этому учиться. Женщина должна просить прощения очень аккуратно, нежно, так и по-доброму. Прости меня, пожалуйста. Ненавязчиво. Вот так вот. Мужчина должен просить прощения очень сильно, активно, такой как бы, такой сильной жизненной позиции. Вот как мужчине просить прощения? Как женщине? Ты за любовь прости меня. Вы слышали? Теперь как мужчина прости ощущение просит? Понравилось? То есть сильная позиция. Мужчина сильно просит прощения. Самодостаточный человек просит прощения. Он не боится этого делать. И как женщина прощает? Как мужчина прощает? Женщина, как мужчина прощает? Быстро или медленно? А? Сразу прощает, да. Только сказала ему, вот сразу. И расслабила. Ну, женщине очень трудно попросить прощения. Она думает, это ты легко отделаешься. Женщина всегда хочет господствовать в отношениях. Ей очень трудно уступать. Потому что женщина эксплуатирует отношения между мужчиной и женщиной. Мужчина эксплуатирует любовь от женщины, которая исходит. А женщина эксплуатирует сами отношения. Ей уступить в отношениях очень сложно. Она думает, ну я ни за что. Ни за что просить прощения не буду. Ну, потому что она как бы хочет лидировать в отношениях. Хочет быть сильнее всегда. Поэтому ей очень сложно. Но если женщина пересиливается, а она просит прощения, то мужчина сразу его сдувает и все. Легко прощать. А если даже он делает вид, что не простил, то тоже это всего лишь он делает вид. Вот теперь давайте посмотрим, как женщина прощает. Женщина прощает медленно. Мужчина должен настраиваться на длительный поединок. Пять раундов. Нормально. Ну, то есть не надо думать, что ты как бы нокаутом победишь в первом раунде. Пять раундов. И первый раунд как протекает примерно одинаково. Ну, то есть женщина не прощает сразу. Мужчина должен знать. Обычно, когда я прошу прощения у своей жены, она смотрит на меня. Обычно женщины, некоторые вообще не доверяют мужчинам и вообще отворачиваются и уходят. Она сначала так делала. А потом она начала смотреть и говорит, я прощу, но не сейчас. Завтра. Ну, то есть, говорит, завтра сначала, она говорит. Потом, допустим, я через полчаса, допустим, радостный, подхожу, прошу прощения. Она говорит, я уже почти простила. И на третий раз она улыбается и все. То есть обнимекает, улыбается и прощает. Ну, то есть, может быть, пять раз надо подойти. В зависимости от степени наказания. Мужчина не должен беспокоиться на этот счет, думать, какая-то несправедливость. Я ей прощаю сразу, а она мне через пять раз. Нет, это нормально. У женщины психика в отношениях очень тугая. Ей очень тяжело переключиться. Ей очень тяжело простить, принять. А когда принимает, она как бы в отношения вкладывает большие силы, старается очень сильно. Ну, то есть, вот это, когда хорошо в семье, это вот результат женского старания, вот этого. Энергия хорошо дома, это женская энергия. Мужчины, вы должны это знать, что, ну, энергия счастья в семье, это не мужская, это женская энергия. И все дома сотканное с женской энергией. Поэтому обои все в цветочке, а не флажками. Кроватки тоже не как нары. А все такие резные, мягенькие. Вот. Шторки тоже все в рюречку. Вот. Посуда вся тоже в цветочек. Ну, то есть, в доме все, везде только одна женская энергия. Мужской нигде нет. Ну, максимум полы в линеечку только могут быть. И то не везде. Если у мужчины есть свой кабинет в доме, это хорошо. И если в этом кабинете прямые какие-то линии, это значит, что у него есть какая-то возможность быть в своей, какой-то, на своей территории чуть-чуть. Ну, все равно даже на этой территории она будет все вставить, как она хочет. И если он переставит все на свои места, то она опять переставит заново, как она считает нужным. До тех пор, пока он не привыкнет, как должно стоять. То есть, даже она и там тоже контролирует всю территорию по-любому. Поэтому мужчина отдыхает дома, он там не хозяин. Он там отдыхающий в доме, хоть он и считает себя хозяином. Но хозяйка – женщина, потому что она все контролирует, все прибирает, изучает. Мужчина отдыхает в доме. Женщина отдыхает на работе. Женщина отдыхает в доме.